Сотрудники регионального правительства еще только спешат на работу, а под окнами их кабинетов уже кипит народный протест. Мусорную реформу отложить – пикет под таким лозунгом во вторник организовали активисты областного объединения профсоюзов. Профсоюзы не против регионального оператора. Мы за то, что все это организовать, что все делать. Но, извините, не за счет народа, не за счет того народа, нищего народа Ивановского региона. У нас зарплата одна из самых низких ЦФО. Мы на самом последнем месте по всем показателям в России. Новые правила обращения с отходами, с рекоператором и единой платой за вывоз мусора по всей стране планируют ввести к 2019 году. Но наш регион в передовиках. Уже 1 июля система в Ивановской области должна заработать. А вопросов до сих пор больше, чем ответов. В частности, вызывает сомнение обоснованность единого тарифа для нашего региона. В Чебоксарах, которые живут несколько лучше нас, губернатор говорит, что 70 рублей – это много. У нас 104 рубля – это нормально. И давайте построим заводы за счет народа для этих королей мусорных. Профсоюзы в том году несколько раз предлагали различные фирмы, которые готовы сами поставить заводы бесплатно. Только дайте 2 гектара земли, техусловия и не перерабатывайте мусор. И не надо никаких вложений. Мы же сегодня закладываем и инвестиционные составляющие, и все за счет народа, чтобы богаче стали те, кто владеет этим мусорным бизнесом. Новая система обращения с ТКО хороша для тех, кто превращает мусор в деньги для владельцев крупных компаний по вывозу и утилизации отходов. А вот сотрудники многих действующих коммунальных предприятий в результате могут оказаться за бортом. Уже с 1 июля региональный оператор должен работать, но до настоящего времени не заключены договора с нашими предприятиями, действующими. Действующими много лет на этом рынке, но мы говорим не рынки. В основном это муниципальные предприятия, которые обеспечивают вывоз отходов, утилизацию, но, соответственно, и сбор. Поэтому, если сейчас по конкурсу выиграли определенные лица, я думаю, что это частные по тем средствам, то информация, которую дает СМИ, то получается, что наши работники остаются без работы, без средств существования. Еще одна неприглядная сторона мусорной проблемы. Межмуниципальный полигон, который собираются построить в Кенишемском районе, может нанести непоправимый вред самой протяженной реке страны. Он должен по плану располагаться в 5 километрах от Волги, но он окружен небольшими реками, которые в нее впадают. И ситуация складывается таким образом, что при проектировании и даже при государственной экологической экспертизе этого проекта была абсолютно проигнорирована очень небольшая, малоизученная река-выползушка, которая протекает непосредственно по месту строительства полигона. Под окнами областного правительства активисты пикетировали достаточно долго, чтобы быть замеченными первыми лицами региона и донести до них свою точку зрения. Пока противоречий в мусорном вопросе так много, не стоит ли с реформами повременить? Наталья Гутарина, Генис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...